Здравствуйте! Полная аудиокнига доступна по ссылке в описании, а по второй ссылке мы можем поговорить на самые запретные темы. Просто оставь свой телефон, и я перезвоню для приватного разговора. Саша Ким. Опекун или вместе навсегда? Часть первая. Глава первая. Меня зовут Даррен Льюис. Мне 33 года. И да, я владелец Unity Plus Corporation. Расскажите о своей жизни, мистер Льюис. В основном работа. Он задумался. Я стараюсь самостоятельно контролировать все отрасли своей корпорации. Это требует некоторых усилий. Усмехнулся он. На все остальное элементарно не хватает времени. Под всем остальным? Вы имеете в виду личную жизнь? Последовал вопрос. И ее тоже. Коротко ответил он. Однако многие источники сообщают о вашей невероятной... Интервьюер смутилась. Любвеобильности. Таким количеством женщин не может похвастаться ни один холостяк мира. Модели, актрисы, популярные певицы, а зачастую и неизвестные никому персоны. Это ведь просто секс. Равнодушно ответил он. Еще больше смущая журналистку. Если у меня не будет хватать времени и на это, то какой смысл существования, если вся моя жизнь только работа? Построить семью – это совсем другое. Ввиду высокой занятости я пока не могу себе это позволить. Кивнул он. Наверное, я хочу семью, но не могу выйти из привычной для меня зоны комфорта. Немного отпустить управление, передав его уже имеющимся в моей компании управленцам, и заняться поиском той самой, способной вызвать мое доверие и невыносимое желание. Наконец, остепениться именно с ней. Если только семья сама не свалится мне на голову, и у меня вдруг не останется выбора. Пошутил он. Это звучит как вызов для настойчивых женщин. О нет, вы меня неправильно поняли. Если завтра ко мне в дом завалится очередная моя любовница с багажом, то я просто съеду от нее в другой свой дом. Засмеялся он. Но вы же сами сказали. Возмутилась журналистка. Будьте внимательнее. Я сказал, если у меня не останется выбора. Он улыбнулся своей обаятельной улыбкой. Но вряд ли существует женщина, во власти которой лишит меня этого самого выбора. Я сам готовлю, хотя и не часто. Ввиду постоянных деловых и не только встреч в ресторанах. У меня даже домработницы нет. Не люблю посторонних людей в доме. Я в состоянии самостоятельно поддерживать порядок в месте, в котором живу. Два раза в месяц туда приезжает клининговая служба. Во всяком случае, так мне говорят. Потому что я их не вижу. В их договоре четко обозначено. Как только они попадаются мне на глаза, мой секретарь ищет новую клининговую компанию. Ну, насчет достатка секса в моей жизни вы уже наслышаны. Разве мне кто-то еще нужен? Он задумался. Вспоминая новые пункты. Нет, пожалуй, все. А как же одиночество? Вы не чувствуете себя одиноким? Есть же еще душевная сторона отношений, которой у вас, получается, нет. Меня все устраивает. Я общаюсь со своими женщинами, но чаще всего это общение ограничивается чем-то вроде светской беседы. Или же моя партнерша толком не понимает, о чем я. Потому что начало моего рассказа слушала другая женщина. Может, даже не одна. Это удобно. Я не выстраиваю каждый раз новые связи. Все эти конфетно-букетные периоды не для меня. Я занятой человек, у меня нет возможности растягивать отношения. Если бы сегодня я пригласил вас на ужин, подавил бы вам цветы, а потом невинно проводил бы вас до дома, то высока вероятность, что больше бы вы меня не встретили. Хотя и после секса мы, скорее всего, не встретимся. Но зато оба получим от наших краткосрочных отношений максимум. Мы ведь уже не школьники и прекрасно понимаем, к чему это все ведет. По итогу, если мне понравится больше, чем обычно, то мы можем повторить. Мнение партнерши не учитывается? Немного нападая, спросила женщина. О, поверьте, еще никто не отказывался от моего предложения повторить. Он самодовольно усмехнулся. Складывается впечатление, что вы слишком самоуверенны. Ха-ха-ха, я же не хвастаюсь. Засмеялся он. Я просто стараюсь честно и емко отвечать на ваши вопросы. Тогда вы должны закончить. У вас же бывают мысли, которыми вы не можете поделиться со своими девушками-однодневками. В такие моменты разве не появляется чувство одиночества? Не возникает желания иметь рядом человека, которому можно излить душу. Он всерьез призадумался. Для разговоров по душам у меня есть Эми. Это моя старшая сестра. Иногда я звоню ей. Редко. Только в исключительных случаях. Вы никогда не рассказывали о своих родственниках? Подталкивала его интервьюер. А зачем? Они живут скромной провинциальной жизнью. Им это не нужно. Вы помогаете своей семье? Не оставляла его журналистка, зацепившись за эксклюзив. Моя сестра запретила высылать ей деньги. Но предупредила, что однажды может попросить меня об одной единственной услуге. Он замолчал, вспоминая на мгновение тот разговор. Ну и? О чем же она попросила? Пока ни о чем. Когда я думаю об этом своем обещании, мне кажется, я подписал чек. Не указав сумму. Он хохотнул. Словно моя сестра поймала меня на крючок. И возможно, она до конца моих дней ничего у меня не попросит. И ей просто хочется, чтобы я был у нее в должниках. Он засмеялся. Вы не боитесь, что она попросит слишком много? Все ваши деньги. Корпорацию. Нет. Уверенно, ответил он. Не боюсь. Я отдам ей все, если она пожелает. И буду строить новую империю для себя. Что насчет ваших родителей? Их нет. Об этом я уже не раз говорю. Они умерли, когда я еще был ребенком. Рассказывал Даррен. Вы воспитывались в приюте? Моя сестра отвоевала опеку надо мной. У нас разница в возрасте почти в 20 лет. Поэтому она уже была совершеннолетней к тому времени. Я вроде как поздний ребенок своих родителей. Именно поэтому я всегда чувствую себя в долгу перед ней. Невероятно. Раз уж вы сегодня, наверное, впервые так откровенны. Может, расскажете еще какой-нибудь эксклюзив? Все-таки вы один из самых завидных холостяков мира. Поверьте, вы ошибаетесь. Он засмеялся. Хотя, если брать в расчет только благосостояние, то бесспорно вы правы. Но во всем остальном... Он вздохнул, усмехнувшись. Не повезет той женщине, которая станет моей жертвой. Он улыбнулся журналистке улыбкой хищника. Отчего та раскраснелась. Вы, наверное, хотели сказать женой. Улыбнулась она ему в ответ. Наверное. Пауза затянулась. Прекрасное завершение. Послышался голос из-за кадра. Мы закончили. Спасибо вам, мистер Льюис. Вам спасибо за проделанную работу. Он поднялся из кресла, слегка оправляя свой пиджак. Как вам это удается? Журналистка поднялась вслед за ним. Будучи лавеласом, не скрывающим тысячи своих женщин, оставаться уважаемым человеком. Он повернулся к ней все с той же хищной улыбкой. Я же вам уже ответил. Это просто секс. Разве зазорно, что молодой здоровый мужчина занимается сексом? К тому же я не увожу чужих жен, так как не привык делить ни с кем своих женщин. И никогда не завожу одновременно более одного, хотя и не долгосрочного, романа. Потому что у меня элементарно не хватает времени больше, чем на одну женщину. Он объяснял настолько просто, что это казалось вполне нормальным. Но вас неоднократно видели в компании двух, а то и трех девушек. Но это же совсем другое. Я никому не изменяю, но если им хочется вместе, разве я могу отказать дамам? Говорил он, слегка придвигаясь. Интервьюер снова залилась краской. Я видела статью, в которой утверждалось, что вас в течение одной недели снимали с семью разными девушками. Недели ведь семь дней? Пожалуй, плечами. Стараюсь не менять девушек быстрее, чем через сутки. Вы сексист? Вы меняете женщин как перчатки и отзываетесь о них пренебрежительно. Не нужно высокопарных обвинений в мой адрес. Всё дело в том... Он приближался. Что и одних, и других я просто... натягиваю. Он улыбнулся кривой ухмылкой и, развернувшись, зашагал прочь. Этот мужчина — дьявол во плоти. Благоговейно прошептала женщина, невольно последовав за ним. Уже в тёмном безлюдном коридоре он обернулся. Хотели ещё что-то спросить? Сегодня. Она смущалась. Вы уже нашли себе девушку? А вы замужем? Пошутил он. Нет. Тогда нашёл. Он вдруг подошёл ближе, развернул журналистку к себе спиной и заставил слегка наклониться и упереться в стену. Впившись в её шею страстным поцелуем, он нетерпеливо поднял её юбку и спустил трусики. Взглянул на наручные часы. У меня скоро встреча, поэтому обойдёмся без прелюдий. Он коснулся пальцами её расщелины. К тому же ты уже готова. Он неторопливо вставил в неё член и, проникая всё глубже, обхватил мощной рукой её горло. О, да. Застонала она. Расскажите же о своих впечатлениях. Вставляя член всё настойчивее, тихо начал он своё интервью. Как вам быть девушкой-однодневкой Даррена Льюиса? «Прекрасно», — шептала она сквозь эйфорию. «Я не слишком самоуверенно описал свои возможности. Может, я не оправдываю ваших ожиданий?» С некой издёвкой допытывался он. «Нет, нет. Вы превосходите...» «Вас не цепляет, что вы, возможно, пятитысячная?» «Нет. Это ведь просто секс». «Умница». В награду он принялся двигаться в ней быстрее. «Что насчёт того, что я сексист?» Он снова притормозил. «Я согласна. Быть вашей одноразовой. Перчаткой». Она извивалась на его члене. «Натягивай же меня». Журналистка определённо попала в цель своим вопросом об одиночестве. Пришлось рассказать про семью, лишь бы не затрагивать его уязвимые темы. Статный брюнет, поправив свой костюм, уверенно шёл к выходу. К нему приблизилась высокая строгая шатенка. «Вы отлично держались», — сказала секретарь Даррена. «Как, собственно, и всегда. Вам звонили. Некая особа, которая настойчиво требовала, чтобы я передала вам её просьбу перезвонить». «Дальше». «Ваш друг хотел встретиться сегодня». «Сегодня нет времени». «И некая Эми. Её номер был сохранён в вашем телефоне. Она просила перезвонить». «Эми?» Он резко остановился и протянул руку к секретарше. «Телефон». Она быстро вернула ему мобильный. И он, отойдя в сторону, набрал номер, который набирал, наверное, всего раз в год. Обычно только, чтобы поздравить сестру с днём рождения. «Что-то случилось, что ты вдруг сама позвонила мне?» Взволнованно спросил он. «Я видела твоё интервью. Это ужасно». Ворчала из телефона его сестра. «Если бы я знал, что ты будешь смотреть, передал бы тебе привет». «Рассмеялся, Даррен? Ты же позвонил не для того, чтобы отчитать меня за то, что я упомянул тебя». «Покуда ты не выдаёшь мою личность, мне плевать. Сколько всяких Эми по стране. Пусть журналюги перебирают. Ради бога. А я доживу свой век спокойно». «Не неси чепуху. Тебе отмерено ещё как минимум полвека. Поэтому, может, успеешь побегать от папарацци.» Шутил он. «Сплюнь. Терпеть их не могу. Как ты уживаешься с ними?» «У меня с ними свои договорённости». Отмахнулся он, вспоминая, как недавно угомонил одну любопытную журналистку. «Что случилось, Эми? Ты никогда не звонишь просто так». «Ты напомнил мне о нашем давнишнем разговоре. Пришло время для моей просьбы». Она затихла, ожидая его реакции. «Я готов». Со всей серьёзностью ответил Даррен. «Ты слышала, что я сказал в прямом эфире. Это правда. Я отдам тебе всё, что попросишь». Сестра рассмеялась в ответ. «Хе-хе-хе-хе. Да уж. Меня повеселила эта чушь. Ты неповторим. Я ничего не собираюсь у тебя забирать. Я хочу отдать». Что? Он смешался от её ответа. «Прими в своём доме Джо». Начала женщина. «Скоро поступление в университет. Я не хочу съёмных квартир и общежитий. В восемнадцать лет за ними нужен глаз да глаз. Это я по старшим знаю. В том числе и по тебе». Сумбурно объяснялась она. «Эми. Протянул Даррен. Ты же смотрела всё интервью? Может, я просто подарю вам одну из своих квартир в центре? Или куплю новую, если рядом с нужным университетом у меня не найдётся недвижимости?» «Перестань. Мне не нужны твои деньги и твоя недвижимость тем более. Я в состоянии сама снять квартиру. Речь же не о деньгах, а о семье. Ты меня услышал. Нет, так нет. Не хотела тебя обременять. Извини». На другом конце, казалось, уже собрались закончить разговор. «Стой, стой, подожди». Остановил он сестру. «Я же не отказывался. К чему так остро реагировать? Я понял. Надо позаботиться о Джо». «Джо». Резко исправила она его. «Прости. Да, Джо. Значит, позабочусь». «Я знаю, что ты очень занят, и терпеть не можешь подпускать людей слишком близко. Я и не рассчитываю, что вы подружитесь, но я благодарна, что ты согласился. Спасибо, это то, что для меня действительно важно». «Ты же слышала, я на всю жизнь долгу перед тобой». «Не выдумывай эту ерунду. Разве я могла тебя бросить?» «Ворчала женщина». «Как возьмём билет, перезвоню. Скажу, когда поезд». «Поезд? Какого чёрта, Эмми? Есть же самолёты». «Дэн, прошу тебя, встреть сам». Проигнорировав его замечания, продолжила она. «Не скидывай обещания на своих многочисленных подчинённых». «Я не theo, что ты и figure ничь. Даочные, дэнфига».